И снова лес на ваза. Здравствуйте. Грибов просто опять море. Таких очень-очень хороших. Иду очередь, наверное, с заморожкой. Последний раз. Пробую чернику. Чернику уже такая, почти поспелая, но кислая. Еще пока не очень. Но вот там той сопке, она уже должна подходить. Южный склон там. Там вот она раньше всех вызревает. В следующей неделе уже можно будет... Нет, сейчас не пойду туда. Хочу погнуть эту сопку, немножко в другую сторону пойти, заморожкой. Но на следующей неделе, я думаю, сходить уже с грабилкой и немножко пособирать. Так как она, я думаю, созреет уже. В том месте. Такая здесь красота. Смотрите, вообще очень красиво. Кстати говоря, здесь медведь завелся. В 20-м году я с одним человеком ходил. И тут, как бы, там левее лэп проводят. Где-то три от города, от поселка. И видели следы медведя, рабочие, так не сказали. И потом, в интернете прочитал, что в том году видели следы где-то 5 километров от всех Ковар-мыс. А я как раз туда иду. Вон, где впереди идет. Ладно. Полный грибов. Прошел дедулька. Ну, он с корзиной грибов и с пакетом. Скорее всего, он... Ой, на... Извиняюсь. Кошки спутались. Скорее всего, он еще так на продажу. Потому что грибы и ножки не срезаны. Ввиду, как выключены, но... Непроверены на червивость. Вот, что-то я хотел сказать. Вот, там еще кто-то норку собирает. Потому что, если для себя собирать, то обычно проверяешь, червивы или нет, чтобы лишнее нести. А они как продают. Они, чтобы грибы не почернели, они их так скручивают и несут на продажу. А там уже, когда находится покупатель, они уже немножко обрезают, показывают, есть червивы или нет. Ну, тоже, мне кажется, заморочили. Принесешь полную корзину червивых грибов. Сейчас там уже нереально много червивых кто-то ходит. Да, народ есть. Мне иногда кажется, что я один съехожу. Реально. Ну, там вот, дальше я как-то пойду. Там вот уже вообще мало-мало что-то. За этой сопкой. Фух, сейчас я допыхался. Там будет еще одна сопка. За озерами. Да. И там я морожку... Ой, бруснику собираю обычно. Там редко кого встречаю. Вот. Мы отбивы места. Очень удобно здесь, что мало этот древ. Если разучить медведя, он будет издалекого видеть. Прекомнился, дверь здесь. Как завелся. Я пока не видел ни следов. Вообще, следов не видел. Ни помета. Ладно. Поживем, видим. Не хотелось бы, конечно, что это. Такие. Ну, видите, заводишься. Ну, в принципе, это его дом. Умеет право. Это мы тут в нем в гостях. Где мы еще живем? Вот. Видимо, нет черника. Вот здесь вот она еще не спела. Совсем не спела. Кои, на самом деле, собирают. Ну, хотя, есть любители. Бабушек сначала, которые собирали розовую бруснику. Там еще розовая. Не нравилось варенье. Розовое получается. Так это. Поганки. Поганки. Подосинок большой. Я такой брать не буду. Ну, мне он совершенно ни к чему. Вот такой здесь такой приятный лесок. Кстати, когда вышел, было очень жарко. Ну, как жарко. А мне жарко. Кому-то не жарко. Разов, наверное, 13-15. Но я запотел. И пошел дождик. Он прошел, закончился. Мне стало так хорошо вообще. Такая штуковина. Гриб интересный. И что это такое? Нет, у меня такой битвы этот не возьмет. Кругом у грибы поднимается ветер. Вот такая вот, сначала. И там, вон, окажется, там в коле. Круто, дождь. Сильный дождь. А тут кругом, не знаю, вряд ли меня кик возьмет. Вот, кругом у грибы. Но я стараюсь пути к месту не брать. Не забирать, грибы. Наоборот, пяти. Но там вот хорошее, теничное место. Там серебро-сладкое, вкусное чернико. Потому что ежный склон. Не нагревается. Грибы, просто грибы. Блин. Вот вчера, если бы вчера была хорошая погода, я бы... Я бы вчера сходил на морожки, а сегодня чисто бы за грибами. Я бы уже шел домой с таким количеством грибов. Я бы, конечно, пошел не в эту сторону. Тут их много. И не так вот. Которые бы сейчас разогревали. Там просто все усеяло. Там можно прийти без себя. Там можно просто прийти на эту полянку. Сразу набрать здесь корни. Вон. Вот где два яблета. Маленькие. Скоро. Собираю. Чего же тяжело стаскать в одну сторону, в другую. Ничерпляю. Задержусь, когда я на этом болотце. Хотя здесь мало морожки. Но это то, что осталось. Потому что я на ту неделю здесь как раз собирал спелую ягоду. Осталось не спелую, она как разозрела. Ватучи идут. Но они прошли мимо меня и они идут в Мурманск. Так что сейчас в Мурманске ливанет. Вот на этой полянке набрал еще два с половиной ледерка. Одну ледерка. Целая, даже с горкой. Переступлю туда. И половинка еще. Нет, пять литров. Два или два. Два с половиной, наверное. Или три, не знаю. Надо будет померить. Все. Думал, что здесь не буду больше собирать. Потому что этот раз оставил здесь только спелую. Думал, и мало будет. Ничего себе. Хочел бы ломил мимо пройти. Прошу, что я не прошу. Вот такая красота. Иду дальше. Так, еще сколько хочу. Я бы еще набрал бы еще. В этот добрать еще два. Было бы вообще оптимально. Хотя вряд ли получится. Ее долго собирать. Ну внизу там даже быть полянки такие. Разве так у меня не было. Там пойду. Ну, пойду, глядите. Что там у нас выросло. Такой причудливый грибок нашел. Пришел в свою любимую поляну. Смотрите, сколько здесь грибов. Видны? Но они уже все старые. Просто кругом. Это я только не захожу. Вот молоденькие. Два. Вон там везде торчат. Просто. Зима немогущая. Вот обычно сюда приходил. Я как шел чисто за грибами. Ставил в короб. И набирал. Здесь целиком. И шел домой. Просто везде. Везде торчат. Как говорится, хоть косой коси. Так. Собрал три ведерка морожки. Там еще одну полянку ставил. На следующей неделе приду. Доберу. Ну, если никто не соберет. Чем я, конечно, сомневаюсь. Так. Здесь я маленьких пособираю. Пойду дальше. Просто все в грибах. Там мы со всех сторон. Вот такой у меня поход сегодня. Но не грибнусь. Я шел не за грибами. Все. Выхожу из леса. Все. В следующих входных опять пьеду. Заморожка там не осталась. Это местечко. Все. Спасибо.